Благодарю Евровед. Начинаем нашу конференцию, посвященную тому, что же происходит сейчас, как это все окружается и что будем ожидать от будущего. Потому что вот в результате сидения трех недель уже мозги начинают работать по-другому, собирая информацию, и вырисовывается какая-то картина. Эта же картина я хочу с вами поделиться из тех фрагментов, которые мы видим по телевизору, читаем в интернете. Вот это состояние неопределенности, оно уходит. И я вижу, что в целом действия нашего государства, правительства, они вполне логичны. Как бы мы там ни думали, как бы мы ни вопили о том, что нам плохо, мы умираем, но то, что они делают, это с их точки зрения, с точки зрения государства, логика абсолютно понятна и предсказуема. Поэтому мы строим государство нового типа. Это, скорее всего, государственный такой капитализм со словной составляющей, с большой, новый формат общества. При этом, конечно, роль государства будет усиливаться. И вот посмотрите, ведь деньги не выделяются мелкому бизнесу. Трудно очень получить и так далее. Но крупный бизнес и все инфраструктурные проекты, о которых говорится по телевидению, они действительно получают финансирование. Это и строительство, и другие сферы. Там денег много. То есть происходит все большее влияние государства на нашу жизнь. И к этому мы должны быть готовы. Что касается нашей отрасли, там, где занято очень много мелких предприятий, мелких предпринимателей. Вот на нее действительно не очень сильно обращают внимание, потому что на все эти стройки, на все эти проекты нужны будут люди. И это не той квалификации, которую подметают у нас или обслуживают, а здесь должны быть люди более такие интеллектуальные, скажем. Поэтому, конечно, бизнес бельевой и мелкий бизнес, в частности, будет сокращаться. И высвобождающиеся люди пойдут на биржу труда и будут трудоустроены. Рабочие места будут создаваться. Так вот, понимаете, нас ждет, наш бизнес ждет укропнение. Из тех компаний, которых сейчас мы видим на рынке, там, более 400 поставщиков, сотни или десятки компаний оптовых, они, многие из них прекратят существование. И придет укропнение действующих игроков. Нехорошо это и неплохо. Это так, как я вижу, я думаю, посмотрите, что происходило в эпоху депрессии в США. Там строили дороги, государство людей в тяжелое время поддержало тем, что дало им работу. Сейчас то же самое, видите, дадут работу тем людям, которых вы уволили или которые еще уволятся. Они будут задействованы. Просто такой, такого просто безработицы. Тем более, деньги есть, и они не будут расходованы до тех пор, пока не будут такого понимания, куда же их нужно направить. Поэтому бюджетники, из бизнеса бюджетники и госслужащие. Ну вот, поэтому это мое видение в целом, что происходит. Но это не касается Украины. Там все-таки есть гражданское общество, там очень много предприятий, которые работают в мелком бизнесе. Они работают очень эффективно. То есть там другое направление развития общества. Будет очень сильное экспортное составляющее, то есть как Европа. И зачастую более выгодно производить в Украине, чем в Украине. Вот, ну что, очень важно. Вот что говорят, отовсюду такие алармистические настроения, что все плохо, все разорвались и так далее. Понимаете, это не работает, потому что, как бы там ни было, но россияне готовы терпеть все проблемы. И народ готов на все, но жить хорошо он не будет. Поэтому наше государство устойчиво и дальше будет развиваться по своему пути. Мы берем свою нишу, безусловно, нам ее оставляют. Занимайтесь своим дельем, перевозками и так далее. Ну давайте, меня слышно же ведь, правильно? Давайте дальше будет. Поэтому я аплодирую правительству. Никто от меня, наверное, не ждал такого. Но, значит, с их точки зрения все делается правильно. Умные люди, надо отдать должное. Вот мы все знаем, что такую поговорку, если ты такой умный, что ты такой бедный. Вот они умные, поэтому они не бедные. Вот, но я говорю, что мы имеем свое направление, будем работать. И те, кто с нами, я уверен в том, что на новом рынке, на расчищенном рынке вы будете расти и очень сильно. Итак, мы понимаем, что вот они реалии, куда мы идем, понятно. Понять, что мир меняется и прежнему он не будет, это тоже понимание к нам приходит. А как конкретно вот это мир меняется? Важный момент. Мы поняли, что одна неделя даже была вот этого вот кризиса, и уже как все поменялось мир. Насколько мир уязвим. Вот, и поэтому уже вот третья неделя пошла, там еще будет до лета абсолютно точно. И поэтому, конечно, изменения будут большие. Но никто не умрет. Вот не надо этой паники. Все выживут с разной степенью потерь. С разной степенью потерь. Но будем работать. Ну и вот, надо каждый для себя должен решить. А как же я буду работать? Я буду работать как прежде. Работал как прежде. Я все-таки делаю выводы и буду работать по-другому. Я думаю, что среди вас, безусловно, 100% тех, кто задумывается. Я буду делать это все по-другому. Если нет идей никаких, но еще есть время, мы будем делиться этими идеями. Что делать? Итак, личная программа должна быть выживания, исходя из всего вышеизложенного. Куда идет страна, куда идем мы. Первое. Цель жизни. Казалось бы, вопрос философский, но он к нам имеет самое прямое отношение. Первое. Мы пришли сюда, чтобы в этот мир, чтобы торговать трусами или чем-то заниматься другим. Если трусами, то строим интимиссию и кальцедонию, получаем госзаказы и шьем трусы для армии. Ну или идем китайцам, будем продавать как наемные работы и их продукции. Это три пути. Все остальное мы занимаемся трусами. Мы пришли в мир, чтобы жить нормально, чтобы прожить эту жизнь вместе со своими родными, с детьми, с папами, со своими друзьями. И поэтому образ жизни у нас должен быть другой. И для этого у нас есть все возможности, но надо только их открыть. И пусть в этом родном мире, куда я приглашаю людей, мы будем об этом дальше говорить, пусть будет даже 50 человек, это 20 поставщиков и 30 представителей розницы, у которых там две. Это сила уже будет, которая одной из самых крупных в стране. Поэтому я думаю, что все те моменты, которые мы будем дальше обсуждать, не только в этой конференции, они дадут понимание того, что же нам делать. Вы заметили, что кризисы мы переживаем периодически. 10 лет, потом 8 лет, потом 6 лет, как цикл, почти следующий кризис. 5-6 лет после того, как мы выйдем с этого. Это закономерность развития нашего экономики. Поэтому вот эти 5-6 лет между кризисами мы должны прожить не только ярко, интересно, потому что мы живем один раз на этой земле, но используя для того, чтобы в это время подготовиться. Так, я на чем остановился? О том, что у нас есть 5-6 лет, чтобы подготовиться к тому, чтобы мы создали свою подушку безопасности, но прожить эти 5-6 лет ярко, интересно, с новыми идеями, с новыми отношениями. Ну, в группе это делать, конечно, более эффективно. Конечно, добровольно никто туда тянуть не будет. Ну, есть оппоненты, это так всегда должно быть, но я уверен, что вот это наше направление на то, чтобы создать эту компанию, эту группу, оно совершенно правильное. Дальше. Это уже первая цель жизни. Второе, мы работаем в самостоятельной или компании единомышленников. Третье, аренда. Очень больной вопрос. Мне вопросы задают тоже, а что же делать так? Ну, я всегда, вы знаете мою позицию, работа в торговом центре сопряжена с большими рисками, и это работа на торговый центр всегда. Чем больше вы будете зарабатывать, тем больше будет арендная плата, и из этого замкнутого круга никогда не выйти. Если там даже 5 миллионов товара по вашим ценам в этом магазине в торговом центре, то это уже, поймите, не 5 миллионов, это уже в лучшем случае один. Если вы будете работать, и этого одного не будет. Поэтому надо тут для себя принять, конечно, если розница слушает, принять какое-то жесткое решение, да, просчитать свои затраты, что еще после выхода из кризиса полгода это точно в минус, вот, а я думаю, что и больше, чем полгода. Поэтому есть ли ресурсы? Если этих нет ресурсов, конечно, надо даже вплоть до того, чтобы бросать товар и уходить с торгового центра. Потому что не товар, самое главное у вас в жизни, не товар. Самая главная база, на чем основано все, это ваши клиенты, это люди, с которыми вы давно общаетесь, кого наработали. И если вы нормально работаете, если вы не бросите их, там дальше у меня будет пункт, то в этом случае они пойдут с вами куда угодно. Это ваше золотое дно. И ваша опора на будущее. Но не четыре стены в торговом центре. Потому что, понятно, хочется каждому прийти на трафик, но трафик этот не для вас, он создается, он создается для торгового центра. Поэтому вот это, понимаете, не знать, не знают, как работать с целевой аудиторией, не умеют и не хотят. Вот это три момента, которые страшат людей перейти в стрит-ритейл. Но те люди, которые там работают, у кого еще помещение в собственности, конечно, вы понимаете, в каком лучшем положении находятся, чем те, которые в торговом центре. Поэтому думаем дальше. А научиться, как привлекать целевую аудиторию, значит... Значит... Ну тут мне написали, что заканчивается что-то время нашей конференции. Так, ладно, поехали дальше. Будем учить, как это делать, как привлекать аудиторию целевую. Клиенты. Снимаем корону и общаемся со своими ключевыми клиентами. Не надо, может быть, со всеми, хотя дать о себе знать, но с ключевыми клиентами. Это ваше все. Найти повод, позвонить, написать, узнать, как дела, что вы живете, что вы не закрываетесь, что вы являетесь теми компаниями, которые будут открыты через какое-то время, и у вас появится новое интересное предложение. Узнайте, можно ли еще раз к ним позвонить, когда вы будете уже вот на стадии открытия, чтобы получить подтверждение, что они к вам придут. Не оставляйте их на один на один. Вот. Ну, может быть, трудно как-то, неудобно звонить, но это надо сделать или надо написать. СМСка просто такая, она не сработает. Персонал. Следующий пункт. Персонал. Момент истинный. Сейчас у вас есть коллективы большие, есть коллективы небольшие, но в любом случае неприятная ситуация у всех. Ну, вот кто с вами готов идти до конца? Эти люди тоже сейчас проявятся. И потом надо задуматься о будущем. Кого вы привлекаете к себе в магазин? Вы пишете объявление о том, что вы хотите, чтобы к вам пришли на должность продавца. Так вот, я думаю, что учтите, что в будущем не нужно считать их продавцами, относиться как к продавцам. Это позапрошлый век. Все-таки это ваши психологи, это психотерапевты, это люди творческие, должны быть. Ваши незаменимые помощники. Поэтому достойная оплата не за функции отпуска товара. Понимаете? Это, ну, это примитивная функция. И, конечно, людям неинтересно работать, но если они приглашают, если они приходят к вам как люди творческие, которые могут себя реализовать, если им интересна эта работа, они будут вам верны и будут отдаваться этой работе не как простой продавец. Ну, а так дальше надо, опять же, думать на будущее, каким образом поддержать людей, которые потеряют, возможно, потеряют работу, опять же, через 5-6 лет. Фонд. Всегда люди болезненно относятся к тому, что у них какие-то деньги забирают в какой-то фонд. Вот все это должно быть закамуфлировано. У вас есть какие-то показатели, вы будете их доводить до коллектива. Вот, но убирайте какой-то процент от этого, чтобы они не знали, создавайте фонд, поддержьте своего персонала на момент, когда это понадобится. Вот. Каждый может там свою форму выбрать накоплений такого рода, и это вам поможет дальше. Вот. Ну, и, опять же, должны поработать юристы. Очень много моментов, когда люди будут требовать и выходные пособия и так далее. Расставание всегда очень сложно. И вот если будет юрист, я говорил, когда, если будет какая-то компания, наша группа людей, в этом случае можно нанимать юриста, который будет работать на всех наших белевиков, делать вот типовые просто документы, которые абсолютно будут логичны и юридически выберены, и распространять через наше сообщество, для того, чтобы у вас голова не болела не только по персоналу, но и по другим, и по аренде, и так далее. Вот. Одного юриста вам сложно будет содержать и нанимать, но если эта группа будет большая, то никаких проблем с этим не будет. Поэтому я думаю, что это надо делать. Это и взаимоотношения, кстати, и с поставщиками договорные. Все это должно быть на бумаге, никаких устных договоренностей. Итак, дальше. По персоналу я сказал, что я считаю, нужно делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!